друзья поехали приветствую вас снова на youtube канале Руслан Бортник и поговорим сегодня об итогах недели для Украины мы тут смеялись только что в преддверии эфиров о носках с рептилоидами инопланетянами решили вам их не показывать покажем следующий раз эти носки но поговорим все же о теориях заговора думаю в этом эфире мы достаточно интенсивно и начнем мы конечно саммита в Вильнюсе НАТО саммит Вильнюс огромные ожидания в преддверии этого саммита в отношении того что Украину примут в НАТО возможно на этом саммите эти ожидания разогревались как минимум год или хотя бы Украине скажут конкретный срок когда страна будет принята в Североатлантический союз или хотя бы предоставят гарантии безопасности и все эти надежды были в Вильнюсе сегодня отложены нельзя сказать что похоронены потому что все же много позитивного скажем так Украина увезла из этого саммита с главных вещей которые зафиксированы в декларации саммита 90 пунктов большой документ прежде всего то что НАТО гарантирует оказание и дальнейшее оказание помощи Украине и на срок сколько сколько это будет нужно во вторых НАТО считает что будущее Украины в НАТО конечно формулировка очень размыта но если сравнить с тем что говорили в Будапеште в 2008 году когда просто признавали перспективы Украины в НАТО то конечно все же это существенный шаг вперед кроме того надо надо вспомнить что НАТО страны НАТО приняли решение выделить 500 миллионов долларов для финансирования и поддержки вооруженных сил Украины правда не летальные помощи об этом мало кто говорит кроме того комиссии совет вместо комиссии что это означает что встреча более на высоком политическом уровне а украинцев украинских генералов политиков больше будет работать в структурах НАТО кроме того отмена ПДЧ НАТО сказала что Украина уже переросла уровень отношений между Украиной и НАТО это уже перерос формат ПДЧ но к сожалению этот пункт был абсолютно нивелирован новыми требованиями со стороны НАТО в отношении проведения в Украине демократических реформ и реформ безопасности фактически с одной рукой отменили ПДЧ другой рукой создали квази ПДЧ или супер ПДЧ еще более размытые требования к Украине которые неизвестно как и когда можно будет выполнить кроме того эти требования ежегодно должны будут проверять министры иностранных дел стран НАТО я так и себе пересталяю картинку когда задумчивый Сияртро министр иностранных дел в Венгрии сидит по итогам года и читает обязательства Украины в отношении демократического развития и пишет крупными буквами себе на листочке образование на венгерском языке понятно что очень размытые новые требования и к сожалению поэтому формальная отмена ПДЧ таким образом нивелируется также Украина получила важные плюшки в преддверии самого саммита прежде всего новые пакеты военной помощи общая сумма приблизительно на 3,2 миллиарда долларов самые крупные из них это ФРГ где-то 900 миллионов долларов 2 Патриота 25 Леопардов 40 БМП Мардер и все остальное США кассетные боеприпасы плюс еще неописанный пакет помощи Франции скальпы это ракеты дальнего действия фактически французская версия шэдоу шторм французское исполнение шэдоу шторм Норвегия 238 Британия 65 Австралия ВТР и т.д. и т.п. так что плюшки безусловно были минусов много мы уже говорили о том что на самом деле НАТО фактически отказало в приеме Украины в ближайшее время более того не готовы определять сроки даже не готовы говорить что Украина может быть принята после войны в пункте 11 коммунике НАТО это звучит следующим образом что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО когда союзники согласятся то есть когда будет консенсус внутри этих 31 стран НАТО может быть тогда их уже будет 32 потому что Швеция и будут выполнить дополнительные условия напомню что условия как раз демократические реформы и реформы в секторе безопасности для сравнения очень интересно как НАТО характеризует ожидание Швеции ожидание присоединения Швеции в НАТО мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать Швецию в качестве полноправного члена НАТО скажите есть большая разница в отношении того что будущее Украины в НАТО но после реформ демократических и реформ в секторе безопасности в целом сам саммит НАТО и подготовка к нему пришли в достаточно напряженной атмосфере с такими нотками скандала я бы даже сказал бы во-первых Украина активно давила на партнеров на союзников по НАТО требуя от них более четких а не расплычатых формулировок требуя конкретики по вступлению Украины в НАТО сначала это давление проявилось в том что не было решения в отношении того поедет ли украинская делегация на вильнюсский саммит или нет потом офис президента и сам президент говорили что они еще подумают ехать на саммит НАТО или нет исходя из того какие документы там будут подготовлены и насколько они будут устраивать Украину потом даже когда президент Украины поехал стоял вопрос в каких мероприятиях он примет участие не совершит ли он какой-то демарш в рамках мероприятий НАТО да демарша не состоялась но пикировки очень неприятные случились во-первых пикировка между президентом Украины и руководством НАТО когда президент до начала саммита заявил о том что положение те которые предписаны не устанавливают срок вступления Украины в НАТО они зафиксированы в декларации НАТО они абсурдны он назвал положение документа НАТО абсурдными на что на западе вышла целая серия публикаций которых обвиняли Украину в недостаточной благодарности или в том что она повышает ставки и оказывает очень чрезмерное давление на своих союзников на самом саммите это проявилось такую пикировку между президентом Украины и министром обороны Британии Уоллесом который заявил что Украина должна была быть более благодарна за ту оказанную помощь которую она получает ей предоставляют западные партнеры а речь идет о сотнях миллиардах долларов для объективности говоря а сам Уоллес вспомнил как он ехал в Киев на поезде 11 часов и когда приехал в Киев ему сразу выдвинули список пожеланий чего Украине нужно на что он ответил что он не Амазон то есть он не может все обеспечить я согласен что Уоллес не Амазон потому что все что заказываешь на Амазоне и оплачиваешь ты получаешь безусловно и надлежащего качества но вот такая пикировка случилась между нашим руководством и руководством прежде всего Британии Франции и США Германии прошу прощения Британии, Германии и США Германии вспоминали Меркель говорили что вывод Шольц повторяет ошибки Меркель которая когда-то в далеком 2008 году уже не пустила Украину в НАТО насколько это пикировка повлияла на отношения между странами между Украиной и странами НАТО пока сложно сказать но очевидно что доверие не добавила более того мне кажется что финальное итоговое коммунике НАТО вышло даже слабее возможно из-за этого нежели оно могло бы быть потому что во-первых этому коммунике пропал вопрос гарантии безопасности который потом отдельно был вынесен в формат G7 но G7 даже не международная организация G7 просто клуб джентльменов то есть G7 ничего не может обещать не гарантировать это могут сделать только отдельные страны а с ними соглашений никаких не было заключено именно поэтому заявление G7 о расширении помощи Украине в случае будущей агрессии в будущей агрессии оно сегодня очень виртуально по сравнению с ним Будапештский меморандум это буквально такой железобетонный закон но гарантии уехали на G7 в документе в 90 пунктов в докуменнике НАТО наверное которое если изложить на бумаге то подтянет там не знаю на странице 50 может меньше чуть-чуть не нашлось ему места но с одной стороны с другой стороны также очень сомнительно прозвучала поддержка со стороны НАТО украинского мирного плана дословно цитирую в пункте девятом этого коммунике сказано что мы приветствуем и поддерживаем приверженность президента Украины Владимира Зеленского установлению справедливого мира в его формуле еще раз мы приветствуем и поддерживаем приверженность президента Украины то есть мы не приветствуем и не поддерживаем формулу мира президента Зеленского а приветствуем и поддерживаем приверженность президента Зеленского. Больше похоже на характеристику эмоциональных состояний президента Зеленского, нежели на знак политической поддержки. Кроме того, если анализировать самого коммунике, то в лучшем случае процентов 30 его было уделено Украине и России. Основные вопросы в этом коммунике другие. Во-первых, усиление НАТО, усиление его, прежде всего, восточного фланга, разного рода форматы. Во-вторых, это вопрос Китая. Китай назван... Позиция Китая характеризуется следующим образом. Заявления, политика и амбиции КНР бросают вызов нашим, то есть НАТО интересам, безопасности и ценностям. При этом Россия названа значительной и непосредственной угрозой безопасности. Но Россия несет ответственность и должна прекратить войну, вывести свои войска из территории Украины. То есть Россия непосредственная угроза, а Китай стратегическая угроза. Арктика, конкуренция с Россией в Арктике, размещение ядерного оружия в Белоруссии, ядерный шантаж со стороны России, Иран, борьба с терроризмом и многие-многие вопросы в этом финальном коммунике НАТО. Поэтому говорю не только и даже не столько об Украине. Примечательно, что несмотря на такую характеристику России, как агрессора и поджигателя войны, НАТО в одном из пунктов указывает следующее. Мы не можем считать Россию партнером. Прекрасная новость, правда же? 500 дней войны не пришло, и НАТО не может считать Россию партнером. Но остаемся открытыми к конструктивному диалогу с ней. Отличные новости. Окей, смотрите, вот что касается НАТО саммита. Что по его содержанию, безусловно, ключевыми выводами, которые мы можем сделать с этого саммита, являются следующие. Во-первых, что НАТО не готово сегодня воевать плечом, плечу с Украиной. НАТО не предоставит, или страны НАТО не предоставят своих войск. Не будет британского экспедиционного корпуса, не будет наемного легиона французского, не будет крылатых польских гусар, и Украина вынуждена будет вести эту войну своими силами, и нам надо беречь своих солдат. Почему НАТО заняло сегодня такую позицию? Вопрос открытый. Есть несколько, наверное, уровней ответа на этот вопрос. Первый уровень номинальный, формальный, который сразу же об этом заявил Порошенко, об этом говорят некоторые спикеры НАТО. Украина не готова вот к такому уровню сотрудничества. Вот не готова, и все. Есть проблемы по коррупции, по управлению, по всему. Не готова и все. Второй уровень ответов на этот вопрос, возможно, состоит в том, что более такой скрытый, уже знаете, об этом на этом уровне говорят уже немножечко полуше, по большому секрету, что НАТО на самом деле стремится избежать эскалации столкновения с Россией. НАТО боится. НАТО боится ядерной угрозы российской. НАТО боится того, что Россия может открыть польско-белорусский фронт, какой-нибудь фронт на Ближнем Востоке, в Латинской Америке или Африке. НАТО боится и не хочет развития вот такого сценария, считает, что именно медленное разрушение и истощение России сегодня наиболее благоприятный сценарий развития событий. Ну и третий уровень ответов, о котором говорят еще тише, состоит в том, что, возможно, таким образом НАТО демонстрирует готовность к переговорам с Россией. Потому что вопрос же не только Украины, но и Грузии и Молдову тоже никто в НАТО не берет. Расширение НАТО на Восток практически прекратилось. Конечно, в Москве праздновали маленькую победу, потому что они считают, что таким образом, благодаря на Вильнюсском саммите, зафиксировано достижение России одной из целей своей СВО. Украина не в НАТО, Грузия не в НАТО, Молдова не в НАТО. Но это формальная сторона. Неформально в Москве это могут воспринимать как приглашение к переговорам. Вот НАТО готово не принимать эти страны в обмен на какие-то уступки, на какие-то компромиссы со стороны Российской Федерации. Как будет развиваться событие? Посмотрим дальше, поскольку в следующем году этот саммит НАТО пройдет где-то в апреле, может быть даже раньше в Вашингтоне, уже в таком предгрозовом Вашингтоне, потому что 2024 год в США это год выборов, и для Байдена этот саммит НАТО может стать прекрасной электоральной платформой или лебединой песней, последней трибуной для сигналов в секторе безопасности и геостратегической стабильности для уходящего президента. Это, кстати, одна из причин, некоторые эксперты говорят, почему не состоялось никакое решение по Украине. Возможно, Байден приберег его ближе к себе к избирательной кампании, и тогда оно может быть инструментализировано как плюс, то есть открытие дверей перед Украиной в НАТО, так и в минус, например, умиротворение России путем захлопывания этих дверей, которые и так были, если они и были открыты, то это только на щелочку, не более того, полностью Украина никак в них не могла пройти. Конечно, эта ситуация, это неуспешная в целом все же. Поездка нашей делегации в Вильнюс, она может иметь и внутриполитический контекст, поскольку мы видим, что критику, якобы провалом, я так не считаю, я сказал, что есть многие позитивы, но все-таки в целом результат очень такой, очень удовлетворительный, успехом мы его назвать не можем, этот саммит. Но провалом этот саммит и провалом эту поездку Зеленского в Вильнюс называют Петр Порошенко, другие оппозиционные структуры, которые уже начали кампанию, что этот провал состоялся не потому, что НАТО не хочет принимать Украину, а потому, что в Украине есть татарам, заместитель руководителя Офиса Президента, который контролирует судебную систему, говорят так, берет взятки и все остальное. Поэтому провал состоялся из-за коррупции внутри команды Зеленского, из-за неэффективного управления, и вообще из-за предательства, непоследовательности Офиса Президента. Это обостряет потенциально политическую борьбу в Украине, но станет ли это рубиконом для команды Зеленского, после которого политическая ситуация для них начнет резко ухудшаться в Украине или нет, на самом деле ответ на этот вопрос даст нам зима этого года, скорее всего декабрь, когда будет решаться вопрос о продолжении или остановке украинской евроинтеграции. В декабре этого года Европейский Союз будет рассматривать вопрос о выполнении Украины домашнего задания, которое мы получили в статусе кандидата в ЕС, и открытие переговоров для обретения членства Украины ЕС. Если там ответ будет позитивный, тогда, мне кажется, это в значительной мере с лихвой может перекрыть моральные убытки от Вильнюсского саммита. Если же и там прозвучит негативный ответ, тогда все это может стать и Вильнюс, и Европейский Союз могут стать серьезными политическими проблемами для Зеленского команды и одними из элементов нарастающего политического кризиса. Так, это что касается НАТО, что было детально, что мы с вами проговорили. Да, еще после приезда из Вильнюса президент Украины дал команду готовить договора, конкретные договора с странами G7, о гарантиях безопасности. Посмотрим, что с этого выйдет. Но я думаю, если это не удалось подписать в Вильнюсе или до Вильнюса, сейчас это будет сделать не намного легче. Ситуация на фронте относительно стабильна. Идут ожесточенные локальные бои на Южном фронте, на Бердянском, Мелитопольском направлениях, а также в районе Бахмута, а также в районе Купенска. То есть в районе Бахмута и на юге вооруженные силы Украины продолжают свое наступление. Медленное, очень тяжелое, кровавое наступление. В районе Купенска российская армия пытается продвигаться. Территориальных изменений практически за последние две недели, даже хотя бы на уровне села или населенного пункта. Их очень мало или практически нет. Несмотря на большие потери, это как раз характеристика нынешнего этапа войны, войны на истощение, когда ресурсы тратятся огромные, подразделения сгорают в боях, но территориальные изменения минимальны, из-за того, что обе стороны очень серьезно укрепились и сконцентрировали значительные резервы во вторых, третьих линиях по всем направлениям обороны. Так, что у нас еще было интересного на этой неделе, что мы можем поговорить. Так, наверное, вспомним еще, появилась информация о том, что, официально уже подтвержденная, о том, что Путин встречался с Пригожиным и 35 командирами ЧВК «Вагнер», якобы эта встреча случилась через пять дней после завершения мятежа. Якобы Путин на этой встрече предложил ЧВК «Вагнер» и командирам ЧВК «Вагнер» влиться в Министерство обороны или в рамках той же ЧВК «Вагнер», но под руководством другого командира, не Пригожина, не Уткина, а Седова, продолжить воевать на Восточном фронте и якобы Пригожин ему отказал. Сказал, что ребята на это не согласны. Конечно, прецедент неприятный и видно, что Кремль и Путина лично эта ситуация волнует. Напомню, раньше Путин якобы отказался вести прямые переговоры с Пригожиным в сам день мятежа. Я бы даже сказал бы бомбит в какой-то мере, потому что, несмотря на подавление или завершение я бы сказал бы о мятежа, сама история с возможностью повторения этих мятежов и сам кризис между Кремлем и пассионарной частью российского общества сохраняется. Без решения вопроса с Шойгу он вряд ли будет решен. Более того, говорят и пишут активно и мы имеем косвенное свидетельство этой информации, что после завершения мятежа Пригожина в России начались все-таки чистки в армии. Но чистят сегодня тех генералов, которые были дружны ЧВК «Вагнер», были партнерами ЧВК «Вагнер». То есть не Шойговцев, которые в глазах российского общества являются воплощением коррупции, а именно Пригожинцев чистят. Пропал где-то Суровикин, там говорят, что Алексеев, Мезенцев, другие генералы сейчас находятся под очень серьезным давлением или отстранены от своих должностей. Якобы 15 высших офицеров проходят по делу Пригожинского мятежа. По итогу, но по итогу даже авторитет Путина походу не смог повлиять в полной мере над командой состав ЧВК «Вагнера». Закусили у дела, что в итоге привело к тому, что компания разоружена, сдавала на протяжении этой недели тяжелое вооружение. Две тысячи единиц техники, более двух с половиной тысяч тонн боеприпасов. Это официальные российские данные, но насколько мы можем о них точно говорить, мне сложно сказать. Для того, чтобы вы понимали, что было у Пригожина. Десятки тысяч единиц разного оружия. И началось перемещение в Беларусь. Уже идут фотографии якобы с Пригожину из Беларуси. Достоверность их сложно подтвердить, но началось очевидное перемещение в Беларусь. Как минимум этой, знаете, бескомпромиссной части вагнеровцев, командного состава, которая должна с одной стороны тренировать белорусскую армию, с другой стороны возможно эта часть продолжит влиять на операции ЧВК «Вагнера» в других регионах мира, например, в Африке. История остается незавершенной. Кризис между Кремлем и пассионарной частью российского общества сохраняется, несмотря на всеобщее понимание в российском обществе того, что любой конфликт будет катастрофичен для российской государственности, что в принципе и его остановило. Остановило этот мятеж. США передают кассетные боеприпасы Украины, в целом они прежде всего передача это имеет несколько целей. США говорят о том, что исчерпаны запасы унитарных боеприпасов, обыкновенных снарядов, грубо говоря. Военные говорят о том, что кассетные боеприпасы необходимы как для прорыва линии фронта, так и для возможного отражения российского контр-раступления, о котором тоже начали говорить. Как-никак украинское контр-раступление длится уже более 40 дней и мы понимаем, что достигнут какой-то уровень истощенности наших сил по некоторым направлениям. Верховная Рада Украины утвердила законопроект о государственном реестре санкций. Во втором чтении законопроект принят, этот реестр санкций будет вестись Советом национальной безопасности и обороны, но в то же время нести его этот реестр будет, скорее всего, я думаю, на ЗК, в законе не указано, написано, что органы государственной власти, но я думаю, что Национальное агентство по предотвращению коррупции как раз его будет скорее вести, как другие похожие реестры и скорее всего в этом реестре окажутся не только те люди, которые уже решениями указанными президента, решениями СНБО попали под санкциями, но возможно и фигуранты разного рода списков пособников террора и всего остального, которые ведет само на ПК. Ну и в Украине планируется легализация растений рода канапли каннабиса в медицинских промышленных целях научной и научно-технической деятельности. В первом чтении Верховная Рада приняла соответствующий законопроект если раньше целью этого законопроекта было оказание дополнительной помощи использованием медицинского каннабиса в качестве обезболивающего для онкобольных и других тяжелых больных, то сегодня законодатели аргументируют это тем, что необходимо будет паллиативное лечение для огромного количества людей, стадающих от посттравматического синдрома. Мы говорим о миллионе или больше военных, мы говорим значительной части мирного населения. Но в связи с этим у меня возникает масса вопросов, поскольку медицина знает и украинская медицина давно использует десятки, если не сотни видов разного рода обезболивающих седативных препаратов. И никто для их одобрения не принимал закон. Их применение регламентируется соответствующими приказами, постановлениями или правительства, или министерства здравоохранения и электронно-рецептурной номенклатурой. Для чего это было делать с каннабисом? Вопрос открытый. Раз. Во-вторых, любой медик вам скажет, что каннабис далеко не самое эффективное обезболивающее. Это вообще не совсем обезболивающее, если честно говорить. Как бы есть намного более эффективные медицински доказанные обезболивающие. В-третьих, доказана в мире связь легализации легких наркотиков с увеличением количества людей, страдающих зависимостями разного рода и в некоторых странах с увеличением количества преступлений, связанных с использованием наркотиков. Для многих людей, которые пришли в тяжелые наркотики, сегодня марихуана или каннабис был первым шагом в этом направлении. Но все эти вещи могли бы быть наверное преодолены и приняты если мы были бы с вами уверены в том, что наше государство достаточно сильно и сможет контролировать выращивание каннабли, ее переработку, использование, распространение, что все это будет идти по рецептам, а не вернется практика, когда помните под каждой аптекой стояли очереди наркозависимых людей, которые по фальшивым рецептам или вообще без рецептов покупали наркосодержащие препараты. А некоторые аптеки только на этом и фармацевтические компании фактически только на этом и специализировались, выпуская дополнительные тиражи наркосодержащих кодеинов и остальных препаратов. Была проблема такая многих-многих лет, пока потом она не была решена законодательным путем. Поэтому нет уверенности, что государство сможет это полноценно контролировать, что номинально у нас будет расти один гектар конопли, а реально будет расти сто. Номинально мы выпустим 10 тысяч упаковок лекарственного препарата, которые действительно могут быть нужны, будут военным части людей для снижения их тревожных синдромов, а реально мы получим сто или миллионы тысяч. В этом огромная угроза этой ситуации. Но понятно, что решение политическое принято, в многих странах каннабис легализирован, от Уругвая до Нидерландов, всюду последствия разные, опыт достаточно молодой, посмотрим, что будет происходить. Мне кажется, с такими вещами можно экспериментировать только в условиях безусловно сильного государства, которое находится в нормальной ситуации, не в кризисном состоянии, государство, которое, безусловно, способно обеспечить контроль над опасными явлениями. Возможно, нам, имея ситуацию будущих массовых ПТРС, нам необходимо просто пересмотреть стандарты использования, выделения других неканабиоидных, более утоляющих и седативных средств. Возможно, стоит где-то упростить или для определенных категорий населения, например, переселенцы, жители прифронтовых территорий или ветераны боевых действий упростить получение такого рода препаратов, но возможно и тут были бы тоже злоупотребления, но мне кажется, это был бы более контролируемый путь. Друзья, это то, что было важно на этой неделе. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал, потому что наши технические специалисты говорят, что как минимум треть из смотрящих наш канал до сих пор не подписаны. Напоминаю вам, что кто не подписан, то тот не сможет ставить вопросы во время живых трансляций. Такой у нас бан там стоит, только подписанные участники могут ставить вопросы живых трансляций. И кто не подписан, соответствующий, не получает уведомления о новых эфирах, которых много здесь, о новых дискуссиях, интервью, анти-шоу. Друзья, до новых встреч, до свидания, всем мирного, счастливого дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова